Приветствую вас уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень вкусным и быстрым рецептом приготовления батонов с чесноком. Это реально получаются очень вкусные ароматные батоны. Для этого нам понадобится 600 грамм просеянной муки, 400 миллилитров воды, головка средняя чеснока, столовая ложка дрожжей, столовая ложка сахара и столовая ложка соли морской с приправами. Я сегодня буду использовать вот такую вот приправу и здесь можно прочитать, что входит в состав. Чеснок, сумах, пажетник, перец чили и шафраб. Замешивать тесто буду в хлебопечке, но это тесто замешивается без проблем и руками. Все высыпаю в чашу хлебопечки. Без всякого предварительного замачивания дрожжей, все соль, приправа, сахар, дрожжи, все растворится во время растаивания теста. Тесто буду, как я говорил, делать в хлебопечке, примерно вымешивать буду минут 10. Замесилось наше тесто. Перед тем, как выключать хлебопечку, добавил растительного масла, примерно 2 столовых ложки. Теперь беру подготовленную емкость, также смазав растительным маслом, чтобы тесто хорошо поднималось и прилипало к стенкам. И теперь отправляю наше тесто на 4 часа на расстойку. И примерно каждый час будем его перемешивать. А пока наше тесто будет растаиваться, испеку я луковые оладушки. Смотрите, какое тесто получилось. Перед растойкой обязательно закройте тесто крышкой и я уберу его в духовку, разогретую до 35 градусов. Прошло 4 часа. Каждый час наше тесто я хорошенько перемешивал. Очень такое рыхлое, мягкое получилось. Очень приятно работать с данным тестом. Смотрите, как оно красиво выглядит. Теперь выкладываю на пергаментную бумагу. Делю на пополам. И сформирую буханочки наших батонов. Делю на две части, на две буханки. Примерно вот так вот закручиваю их. Размять. Сделаем немножко по-разному. Одну сделаем в виде батона. Тесто пока растекается. Одну сделаем в виде хлеба. Более квадратная буханочка. Тесто посмотрите, насколько вот хорошо заборобило, заиграло. Пузырьки наступают. Ну вот, сформировали наши буханочки с батонами. Теперь накрываем полотенцем. И полчаса дадим им расстояться. И за это время нагреем нашу духовку до 200 градусов. Убрал наши батоны в разогретую до 200 градусов духовку. Обязательно нужно в духовку поставить емкость с водой, чтобы была влажность. И теперь будем выпекать наши батоны 27-30 минут при температуре 200 градусов. Прошло полчаса. И посмотрите, какие батоны у нас получились. Горячие. Сейчас полчасика остудим. Потом порежем, попробуем, посмотрим, как они получились у нас внутри. Батоны остыли. И теперь попробуем. Смотрите, какая корочка. Как он пилится. Запах, друзья, не передать словами. Просто шикарный. Пахнет чесноком, приправами. Такой ароматный хлеб. Посмотрим, какой получился. Мягкий, укрогий. Ароматный. Очень ароматный. Смотрите, какая красота. Рецепт очень простой. Попробуйте, приготовьте, попробуйте данный хлеб. Я уверен, друзья, данный батон вам очень понравится. Потому что он очень ароматный, пряный, вкусный и несложный. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.